Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Представляю вашему вниманию виновника Тождества, потому что именно поэтому я не смогла выпустить свое видео о гречневом марафоне вовремя. Это город, прекрасный город Моростика. Вот так он выглядит издалека, прекрасная панорама. Этот город знаменит своей шахматной, так называемой шахматной дуэлью, которая заменила, например, в начале 15 века развернулась эта романтическая романтическая история. Она заменила самую обычную дуэль, но нужно сказать, что да, все потом обросло большей романтикой, чем было на самом деле, потому что в то время этот город находился под венецианской властью, под венецианским влиянием, и тогда Венеция запрещала настоящие дуэли, настоящие поединки, результатом которых могла стать гибель одного из дуэлянтов. И конфликт разгорелся, как это часто случается в истории, из-за красивой женщины. Женщину звали Леонора, хотя я думаю, что это была юная девушка, и двое претендовали на ее руку, и сердце было решено, что, чтобы не устраивать поединок, в результате которого один из дуэлянтов мог погибнуть, к тому же поединок запрещенный, было решено сделать вот такой поединок при помощи шахматной доски. И тот, кто победит, тот и получал руку Леоноры. Но нужно сказать, что оба претендента остались, что называется, в семье, потому что проигравший взял в жены ее сестру, получается, младшую дочь, младшую дочь отца, который и устроил такое событие, которое вошло в историю. И повторюсь, этот город знаменит на весь мир, на весь мир своей как раз-таки вот такой шахматной дуэлью. И шахматы были ничем иным. Вот мы видим кусочек шахматной доски на площади, которая, да, символизирует настоящую шахматную доску. Это другая сторона, где залит каток сейчас, очень большой каток. Костюмированный поединок развернулся непосредственно на этой площади, которая вошла в историю. Правда, я не знаю, был сооружен подиумом, либо специально была вымощена площадь, и она с тех пор сохранилась, я не нашла такой информации. В любом случае, шахматами были переодеты люди, которые двигались по достаточно большому полю, и за честностью этого поединка могли наблюдать жители города Моростика. Я приглашаю вас на прогулку в этом городе. Будет, я думаю, интересно посмотреть прежде всего, прежде всего, моя русскоязычная аудитория, большая часть которой, конечно же, живет, в России, где очень и очень холодно. И я покажу вам, как одеваются люди здесь. Это место, точнее, этот город расположен совсем близко к горам, и когда мы были, несмотря на солнце, которое в Италии и светит, и греет, было достаточно прохладно. Поэтому то, что я вам покажу, это, конечно, не пример стритстайлерства, но это просто пример того, как можно одеваться стильно, красиво, даже когда очень-очень холодно. В этот день на солнце было очень тепло. Вы увидите к концу видео людей, которые согрелись в кафе и даже сняли верхнюю одежду. Но когда мы только приехали, было примерно 11 часов утра, и было очень сыро, был очень сильный ветер. Хотя дети в кадр попадают практически раздеты, и мои в итоге тоже разделись, но дети, на самом деле, они всегда бегают, двигаются, и на детей ориентироваться здесь не стоит. Было очень и очень прохладно, температура ощущалась как минус 3 совершенно точно. Снимая свой стритстайлер, теперь я научилась без труда отличать людей местных, местных жителей от приезжих. Это пара, безусловно, точнее, это семья, безусловно, местные жители, девушка одета очень-очень легко, это значит, что они вышли на небольшую, недлительную прогулку, потому что туристов я сразу отличала, даже итальянских туристов, то есть людей, как и я, как и мы, приехавшие из близлежащих городов, я отличала потому, насколько они были тепло одеты. очень красивый город, он поразил меня своей красотой, он, кстати, очень маленький, это традиционный итальянский городок, где очень маленький исторический центр, чтобы посмотреть исторический центр, вам будет достаточно часа времени. Если вы не решите подниматься на горы к сохраненной крепостной стене, по которой можно также прогуляться, как мы гуляли в Читаделе, я показывала, единственное, что в этот раз мы не поднялись на стену крепостную, Данечке, Данечке не хватило сантиметров роста, выше 120 сантиметров, только пускают детей. Могу сказать, что если у вас какие-то проблемы с опорно-двигательным аппаратом, вам сложно ходить, вы совершенно точно не поднимитесь на эту гору, при всей кажущейся простоте, в определенный момент, в определенный момент подниматься очень сложно, потому что камни настолько отполированы, видимо, так много людей поднималось на эту гору, что очень опасно подниматься, можно упасть и спускаться еще сложнее, поэтому издалека полюбуйтесь крепостной стеной, а центр в вашем распоряжении, он достаточно красивый, компактный для того, чтобы действительно провести здесь хорошо день, посидеть в местном кафе, прямо-таки на центральной исторической площади, кстати, она очень напоминает площадь Саммарку, по своей композиции и по тому, как размещены кафе по периметру этой площади. В любом итальянском городе региона Венето либо близлежащих регионов вот такой лев, это, конечно же, свидетельство о том, что когда-то эта местность, этот город был под властью, под властью Венеции. Вот такой крылатый лев, это, конечно же, символ Венеции. Те, кто смотрел мое видео, почему русские одеваются хуже, чем итальянцы, наверняка помнят эти кадры, эти кадры доставили мне огромное удовольствие, я вообще очень-очень люблю снимать людей, я прям-таки открываю себя в этой, можно сказать, новой профессии блогерской. Я люблю снимать людей, люблю за ними наблюдать, иногда я себя чувствую неловко, как будто бы я за ними подглядываю. Но посмотрите, как, кстати, вот велосипедисты, которые в начале видео добрались, наверняка несколько километров преодолели, возможно, несколько десятков километров, и вот сели. Это очень итальянская традиция, доехать до какого-нибудь места. В выходной день собираются команды, либо просто любители, и вот они садятся потом в ближайшее кафе, либо просто в какое-то красивое кафе, и таким образом проводят свой выходной день. Я говорила о том, что люди очень ослаблены, и я хочу снова и снова обратить на это внимание, как они улыбаются, что улыбка — это часть жизни, часть итальянского мировосприятия. Улыбаться широко, хорошо и часто я научилась именно в Италии. И на русскоязычном ютубе, я могу сказать, итальяноязычных, точнее русскоязычных блогеров, живущих в Италии, отличает, как правило, улыбка. Понаблюдайте за ними. И хочу сказать, хочу посоветовать всем улыбаться как можно чаще. Я часто говорю про лицевую гимнастику в своих видео, что улыбка, она очень хорошо тренирует лицо. Улыбка открывает практически все двери. И как раз-таки отсутствие улыбки отличает очень часто нас, русских туристов, от туристов всего мира, потому что очень многих лица просто расслабленные, но не улыбающиеся. У нас же лица очень часто напряженные. И зачастую мы кажемся действительно суровой нацией. Хотя на самом деле это не так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова